Друзья, приветствую вас! С вами Елена Владимировна, преподаватель по школьным предметам. Смотрите, к ВПР продолжаем готовиться для пятого класса. Вот такие задания у вас будут на ВПР. Прочитайте внимательно три раза не меньше, может быть, сразу поможет. Итак, умнички, почитали. Смотрите, мы ищем двузначное число, которое больше 12, и оно делится на 12, а на 8 не должно делиться. Давайте посмотрим, как его искать. Мы с вами берем 12 и умножаем на 2, потому что на 1, если умножить, будет 12, а оно должно быть больше 12. Умножаем, получается 24. 24 неплохо, но оно делится на 8, не подойдет. Берем 12 и умножаем на 3. 2х3, 6. 1х3, 3. 36. Очень даже подойдет, потому что оно на 12 делится, а на 8 не делится. Посмотрите в табличке умножения, ребят. В принципе, это уже ответ. Но если вам понравилась эта игра, то вы можете дальше брать 12 и умножать на 4. Получится 48. 48 делится, друзья мои, на 8. 6 и 8, 48. Не подойдет. Можно взять 12 и умножить на 5. 2х5, 10. 1 на 5. 5 плюс 1, 6. А 60 подойдет, потому что на 12 делится, а на 8 не делится. Товарищи-пятиклассники и тоже другие школьники, пожалуйста, всегда задачку читаем 3 раза, а не меньше. Может быть, после 3 раз все станет понятнее. Давайте разбираться. Должно быть четным. И в этом весь корень зла, а точнее подсказка. Давайте попробуем 27 умножить на что-нибудь четное. Давайте 27 умножим на 8. Вдруг попадем до 217 как раз. Оно же должно быть меньше 217. Давайте 27 умножим на 8. 7 и 8, 56. Пишем 5, запоминаем. 2х8, 16 плюс 5. О, ребят, смотрите, сразу попали. Если 27 помножить на 8, будет 216. Оно меньше 217, и оно четное. Значит, нам уже подошло. Теперь смотрите, если мы 27 помножим на 7, то получится 7 и 7, 49. В конце будет 9, это нечетное. Нам такое с вами не подойдет. Наше число должно быть четным. Давайте сделаем тогда на 6. 27 помножить на 6. Перемножаем. Вот что получилось. 162 тоже четное и тоже делится на 27. Мы только что это доказали. Подходит. Давайте на 4. 108 получилось. Ребят, а все, следующее число, которое вы будете помножать, оно уже не будет трехзначным. А нам надо именно трехзначное. Поэтому оставляем три числа – 216, 162 и 108. Но у вас надо не совсем это найти. Мало того, что нужно найти все, а еще нужно найти разность между наибольшим и наименьшим. То есть вы должны взять большое и вычесть из него маленькое. Давайте сделаем, нам не жалко. Разность между 216 и 108. 108, друзья. Вот и пока все. С вами преподаватель по школьным предметам была Елена Владимировна. Ребят, пишите непонятные темы, все расскажу, все объясню, видео все сниму. И удачи вам на экзаменах ни пуха ни пера.